В понедельник падали не только деревья, но и щиты, внешние рекламы и даже кондиционеры. Непогода показала, что за безопасность одесситов никто не отвечает. А потому им следует быть бдительными, передвигаясь по улицам города. Герои нашего репортажа неоднократно выпрашивали у коммунальщиков спилить аварийные деревья. Обращения к представителям власти не принесли никаких результатов. И вот, наконец-то, желание одесситов сбылось. Деревья рухнули. Правда, не так и хотелось бы. Вместе с ветками вниз обрушились кондиционеры, электропровода. При входе на работу, значит, я обратил внимание, первое, что дерево упало, раз. А второй кондиционер, вот тот, который здоровый, очень большой, висел прямо над головами, повис на креплении на трубе газовой. И, значит, ветром его болтало. Это наглядный пример, так сказать, добросовестной работы коммунальщиков. Но даже и в крайних случаях они не спешат помогать одесситам. Пообещали устранить неполадки в течение суток. Так ли это будет на самом деле, одесситы сомневаются. Скажите, вот как вы думаете, почему рушатся деревья? А потому что им никто не уделяет внимания. Зелентрест и все остальные организации не уделяют внимания. Занимаются другим. Или не так? Ведь не такой сильный ветер был, чтобы вот такое вот дерево сломалось. Все. Раньше такое было? Да, но это при сильном ветре. По улице Сегетской рухнул огромный рекламный бигборд. Благо, что рядом не было пешеходов и припаркованных машин. В любом случае есть все основания говорить о том, что одесситам следует быть более бдительными во время передвижения по городу. В любой момент на голову могут свалиться самые непредвиденные предметы и деревья. Ужасно. Должны работать какие-то службы, потому что это опасно. Для жизни нашего общества, так сказать, вообще ничего не делается. Это когда уже упало, как говорит, пока мужик не перекрестится, как гром грянет, потом мужик перекрестится. Это точно так же. Как вы думаете, кто в этом всем виноват? Ну, думаю, наверное, кто руководит этим, так я предполагаю. И должен какие-то руководствующие быть в этой связи. Ну, в общем-то, у нас нет этого. Жителям дома по улице космонавтов тоже не повезло. На их дом рухнул тополь. В результате поврежден балкон. Одесситы неоднократно просили коммунальщиков спилить деревья полностью. Однако их сил хватило лишь на ветке. Кто будет возмещать ущерб хозяевам квартир, неизвестно. Если в городской казне денег нет на решение текущих проблем города, что уже говорить о непредвиденных прецедентах. Старики дома, 86 лет и 80 лет, и на них падает это дерево. Два дерева рядом убрали, эти оставили. Приехали, отпилили. Вот, смотрите, все деревья почистили. Отпилили только ветки. Все, эти сухие деревья все оставили. Все, на пятом этаже просто нет хозяина. Поэтому еще вот так вот. А мы уже звонили везде. Звони, не звони, а результата все равно никакого, жалуются одесситы. Чтобы стимулировать работу коммунальщиков, необходимо заинтересовать их выгодным предложением. Они не говорят, но мы знаем, что надо дать тысячу гривен. За то, что за дерево, чтобы спилили. А заявки в них уже есть. При таком подходе одесситам следует знать не только тарифы за коммунальные услуги, но и расценки прайс-листа услуг коммунальщиков. Ирина Мунтян, Юрий Веселов, телекомпания «Круг».